Вот в то, что мы смотрели. Рассмотрим теперь спину или заднюю поверхность нашего корпуса. Смотрите, если мы снимем кожу, то получим, что по всему позвоночному столбу идут нервные окончания. Особенно их много, это вот здесь, на крестце. Особенно их много, вот здесь, срединная линия от позвоночника слева и справа. И вот совсем не закрыто, это тоненькие косточки нашей лопатки. Лопатка соединена у нас очень нежно, вот таким выступом с ключицей. И сама она по себе очень тоненькая. И, как видим мы здесь, нет мышц. Вот как воздействовать на вот эти части полностью сзади, мы сейчас и посмотрим с вами. Так, смотрите, если вас захватили, и ваши руки вот так могут еще подниматься, в локте у вас есть свобода, и вы вот сюда можете, вот таким способом, сжав свой кулак, входить в середину лопаточки. Это я показал на одну лопатку, там было две лопатки. Когда вам захватывают, допустим, руки вот так полностью, да, вы можете воздействовать. Мы показывали переднюю часть, да, но не показывали, как воздействовать на ключицу, допустим, подбородком. То есть я на выдухе присаживаюсь и подбородок вставляю вот сюда, именно на ключицу. А руки раскрываются вот таким способом в клине. Вот сюда идет подбородок нажатым. Сжимайте зубы, чтобы не откусить свой язык. Руки вот будут работать вот так. Вы раскрыли. И дальше работаете именно вот внешняя сторона и передняя часть. По всем позвонкам сустава, вот этого большого, это позвоночник, он соединен. Между собой они входят друг в друга, и вот здесь выходят еще нервные окончания, да, вот мы видим. В эту сторону и в эту сторону они идут. И они, каждый ответственный, вот верхнюю часть я называл ответственны за то, чтобы хорошо работал головной мозг, хорошо работал верхняя часть легких, средняя часть это легкие, это сердце, это почки, это печень, это селезенка. И нижняя часть это половая область, то есть мочевой пузырь, там придатки у женщин, у мужчин то же самое. И вот в них очень легко, и повредить их очень легко. Что и как можно здесь делать, сейчас мы посмотрим. Человек проходит вам в ноги. Понижаете центр масс, вот здесь открываются позвонки и соединения черепной коробки. Ваши руки могут входить вот сюда. Ваш локоть может входить сюда. Ваши руки соединенные могут входить вот в то, что мы смотрели. По всем частям человеческого тела вы можете наносить удары расслабленные, такие, чтобы они расслабляли человека. И вот где у него соединение, шестой, седьмой шейный позвонок, да? Вот таким способом. Когда вы проходите мимо, допустим, к вам тянутся, смотрите, вы пропускаете мимо, открывается область лопатки, шестой, седьмой шейный позвонок, область лопатки. Опять же, на выдохе, не надо размахиваться, на выдохе вставляете сюда расслабленную руку вместе со своей массой. Масса на ускорение, это и есть удар. Вот когда сложение, это удар вот в печень. Мы с вами рассматривали от ударов, какая может быть защита. Когда он раздет, можно бить и кулаком. Но в основном вы бьете, смотрите, пропускаю, и дальше идет удар ладошкой. Вот именно в район, вот этот, лопатки, в район шестого, седьмого шейного позвонка и соединения черепной коробки. Сейчас мы посмотрим район лопатки. Смотрите, пропускаем, и вот район лопатки. На выдохе расслаблено, как будто вы дали человеку пощечину. На самом деле, смотрите, раз, и вот пощечина идет, вот сюда, переднюю часть лица. Он отклоняется, и здесь вот раскрыта эта часть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин